В редакцию телеканала Хабаровска обратилась жительница села Черная Речка. Женщина рассказала, что разбитую грунтовую дорогу возле ее дома в прошлом году замостили строительным мусором и каким-то шлаком. Сейчас работы продолжаются, сверху насыпают сланец. Ольга Рощина уверена, что ремонт дороги проводится с нарушением. Разбираться в ситуации отправилась наша коллега Наталья Чернышева. Это такой золой, золой составляющий. Беру пробу, чтобы сдать на анализы. Составляющий такой золой, и вообще-то дороги не отсыпают, потому что это только дело из совредительства. Вот они, закоксированы, как будто бы неизвестно что здесь. 28 марта был выброс, сброс строительного мусора и шлака. Потом почувствовала себя как бы не очень хорошо, потом стала мониторить, можно это делать или нельзя. Летом тут вообще дышать нечем было. По той причине, что ветер поднимался, как раз пандемия, люди о легких заботились, а тут вот так. Дорога по переулку Центральному в селе Черная Речка давно требует ремонта. Сплошные ямы и канавы. В прошлом году здесь начали отсыпать проезжую часть. Но вместо щебня и других инертных материалов на грунтовке рассыпали тонны строительного мусора. Ну вот строительный мусор, видите, мешки остались, не успели они еще. Вот мешок остался, да, бордюр сделали, видимо, жители машинами. Ну это ненормально, то есть за это вообще штрафуют, если мусор строительный, не строительный любой. Я понимаю, все, дорога это хорошо, понимаете. Ну где гарантия, что нет токсичности? Похоже, что ситуация возмутила только Ольгу Рощину. Ее соседи, которые занимались отсыпкой, считают, что все в порядке. Скажите, вас это устраивает? Что? Дорога. Я сам ее делаю. Он сам кидает мусор. А чем отсыпаете? Вот, вы не видите, что ли? Ну это скальник. Скальник. А под ним? Черпич. Ну строительным мусором нельзя отсыпать, вы же знаете. Черпич это экологически чистый. А черный шлак, который сыпали до этого на дорогу? Это было лет 40 назад, когда еще колхоз был, он эту дорогу сыпал. Да слава богу, что они сделали. Дорога это нужна, но надо довести все это до ума. Сделать кувет по обе стороны, для того, чтобы это не заливалось. Но у нас же никто этим не занимается. У нас люди, которые живут здесь, вот им надо ездить, не в болоте ковыркаться. Вот они и засыпали. Дорогу строить, ты понимаешь, вот последний трюкок будет. Останете без штанов. Глава сельского поселения говорит, что переулок центральный еще не поставлен на кадастровый учет. И направить муниципальные деньги на его ремонт пока нет возможности. Да, дорога была в ужасном состоянии. Без сапог невозможно было пройти. И обратившись ко мне, люди попросили, скажем так, моего согласия о том, чтобы своими силами хоть как-то привести эту дорогу в более-менее нормальный вид. Ну, я, скажем так, у меня пока выхода другого не было, я им разрешил. Экологи говорят, что для отсыпки дороги можно использовать далеко не все материалы. Битый кирпич, куски бетона, старый асфальт и шлак могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей и окружающей среды. Использование материалов, которые относятся к четвертому, третьему классу опасности, куда относятся и как раз шлак, и зола, недопустимо. В этой ситуации необходимо взять пробы данного материала и провести его исследование. Специалисты намерены обратиться в природоохранную прокуратуру, выехать в село Черная Речка и взять пробы грунта с дороги по переулку Центральному. Если окажется, что содержание вредных веществ представляет опасность, дорогу придется рекультивировать. Наталья Чернышева и Николай Трохин. Смотри Хабаровск. А мы напоминаем, если вам есть что рассказать, если что-то беспокоит, присылайте сообщение на наш редакционный WhatsApp 839 08 42 12 8. Вы его сейчас видите на экранах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...